Торжественное собрание, посвященное окончанию третьего трудового семестра образца 2015 года, по традиции, состоялось в городском исполнительном комитете. В рамках мероприятия были подведены итоги общей работы, отмечены передвиги движения и выражены слова благодарности тем, кто обеспечил ребят работой. К слову, пусть и постепенно, но количество предприятий, которые соглашаются на временное трудоустройство учащейся молодежи, растет. И результатами деятельности таких работников наниматели зачастую остаются довольны. Трудовой семестр начался в этом году рано, с марта. Молодежь поехала на строительство атомной электростанции. С тех пор более полутора тысяч молодых людей до сегодняшнего дня трудились на различных объектах города, области и страны. Был отряд, который ездил в ЕИС в Краснодарский край, где в качестве пионер-вожатых работали с детьми летом. Поэтому с моря привезли незабываемые впечатления. Сами ребята признаются, что о решении пойти в студотряды не пожалели ни разу. Порой, конечно, бывало непросто. Работа требовала напряжения и дисциплины, которые иногда давали сбои при появлении теплого летнего солнца. Однако такой опыт, уверены члены молодежного движения, обязательно пригодится им в будущем. При устройстве на постоянное место работы. К тому же это время точно запомнится на всю жизнь. В педагогическом отряде я была в первый раз. Сразу командиром отряда стала. Ну, что касается впечатлений, в принципе, все то, что рассказывали, так оно и было. С детьми подружились практически сразу, нашли общий язык. У нас была какая-то взаимопомощь между взрослыми детьми. Была поддержка руководства, ну, непосредственно. Дети невредные, как пугают многие. Ну, то есть, в принципе, мне понравилось. Хочу поехать еще. В студентский отряд я попал, наверное, благодаря своему университету и то, что я учусь на строительную специальность. В этом году мне очень повезло побывать на атомной станции и приложить свои усилия в строительстве ее. Кстати, далеко не всегда материальная сторона вопроса имеет определяющее значение при принятии решения идти или не идти в ногу со студотрядовским движением. Конечно, зарплата может стать серьезным подспорьем для студенческого бюджета, но все чаще в последнее время ребята приходят в волонтерские отряды, которые на безвозмездной основе без преувеличения творят добро, помогая нуждающимся и выступая в качестве помощников на социально значимых мероприятиях. И это важный показатель того, что белорусская молодежь не только трудолюбивая и ответственная, но и способная на поступки достойное уважение.